Стремление человечества покорять космические просторы сопровождалось трагическими потерями. Запуски и посадки космических кораблей всегда несли в себе риски, и, к несчастью, некоторые из них заканчивались катастрофами. В этом видео мы вспомним самые печальные и роковые инциденты в истории освоения космоса, унесшие жизни бесстрашных астронавтов и космонавтов. Космический шаттл «Челленджер» 28 января 1986 года космический челнок «Челленджер» разрушился через 73 секунды после старта, в результате чего погибли все семь членов экипажа на борту. Космический корабль распался на высоте около 14 километров над Атлантическим океаном вблизи мыса Канаверал, штат Флорида. Это стало первой катастрофой с гибелью людей в американской космической программе во время полета. Это был 10-й полет орбитального корабля и 25-й полет космического корабля программы «Шаттл». Экипаж должен был вывести на орбиту спутник связи, наблюдать комету Галлея и отправить в космос школьную учительницу Кристу Маколев в рамках программы «Учитель в космосе». Причиной катастрофы стал выход из строя основного и резервных уплотнительных колец в стыке правого твердотопливного ракетного ускорителя «Шаттла». Рекордно низкие температуры в день запуска сделали резиновые кольца жесткими, снизив их герметизирующие свойства. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся три месяца, обнаружила на дне океана останки экипажа и многие фрагменты «Шаттла». В 1977 году для замены «Челленджера» было одобрено строительство нового орбитального корабля «Инде-Вор», совершившего свой первый полет в 1992 году. Космический шаттл «Колумбия» Космический шаттл «Колумбия» — орбитальный аппарат многоразовой транспортной космической системы «Шаттл», разработанный компанией «Роквелл Интернешнл» и эксплуатируемый НАСА. Названный в честь первого американского корабля, совершившего кругосветное путешествие вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки, «Колумбия» стала первым из пяти орбитальных кораблей программы «Спейс Шаттл», совершившим космический полет на ракете-носителе той же программы. За 22 года эксплуатации «Колумбия» выполнила 28 полетов в рамках программы «Спейс Шаттл», проведя в космосе более 300 дней и совершив свыше 4000 оборотов вокруг Земли. В конце своего последнего полета, в феврале 2003 года, «Колумбия» разрушилась при входе в атмосферу, что привело к гибели всех семи членов экипажа. «Союз-11» «Союз-11» — единственный полет экипажа на первую в мире орбитальную станцию «Салют-1». 7 июня 1971 года космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев прибыли на станцию, а 29 июня 1971 года покинули ее. Космонавты загрузили на «Союз-11» научные образцы, пленки, кассеты и другое оборудование, после чего передали управление со станции на корабль и отстыковались от «Салюта-1». Полет завершился трагедией, когда во время подготовки к спуску в атмосферу произошла разгерметизация спускаемого аппарата, что привело к гибели всего экипажа из трех человек. «Аполлон-1» был космическим кораблем, запланированным как первая пилотируемая миссия американской программы «Аполлон» по высадке человека на Луну. Его планировалось запустить 21 февраля 1967 года в качестве первого испытательного полета командно-служебного модуля «Аполлон» на околоземной орбите. Однако миссия так и не состоялась из-за пожара в кабине во время предстартовой тренировки 27 января на стартовом комплексе на мысе Кеннеди. В результате этого трагического инцидента погибли все три члена экипажа — командир Вирджил Грисом, старший пилот Эдвард Уайт и пилот Роджер Чаффи, а командный модуль был полностью уничтожен. Название «Аполлон-1» было официально присвоено НАСА в память об экипаже после пожара. Ближайшей причиной возгорания, вероятно, стала искра или короткое замыкание в электропроводке. После этого огонь стремительно распространился, повредив скафандры астронавтов. Сложная конструкция люка и его запоров не позволила членам экипажа оперативно открыть его изнутри в сложившихся условиях. Комиссия по расследованию установила, что астронавты погибли от отравления продуктами горения через 14 секунд после начала пожара. «Союз-1» стал первым советским пилотируемым космическим кораблем одноименной серии. Он был запущен на орбиту 23 апреля 1967 года с единственным космонавтом на борту, Владимиром Комаровым, погибшим на следующий день при приземлении спускаемого аппарата. Во время возвращения на Землю Комаров умело выполнил ручное снижение, но запутавшиеся стропы не позволили парашюту полностью раскрыться. В результате при ударе о Землю на скорости около 180 км в час спускаемый аппарат взорвался и был полностью разрушен. Дублёром Комарова при подготовке к этому полёту был Юрий Гагарин. ВСС «Энтерпрайз» ВСС «Энтерпрайз» был первым из пяти коммерческих суборбитальных космических кораблей, построенных авиастроительной компанией Scaled Composites для Virgin Galactic. Он также должен был стать первым судном класса «Спейсшип-2», разработанным на основе масштабирования дизайна «Спейсшип-1». 31 октября 2014 года во время испытательного полёта аппарат потерпел катастрофу. После отделения от самолёта-носителя White Knight 2 на высоте 15 км и включения двигателя через несколько секунд свободного полёта он полностью разрушился. На его борту находились два члена экипажа. 39-летний второй пилот Майкл Олсбери погиб, его тело было найдено на месте крушения, а 43-летний командир Питер Сиболт сумел катапультироваться, получив травму плеча, и был выписан из больницы через три дня. Причиной аварии стало преждевременное раскрытие системы аэродинамической стабилизации космического корабля. Ракета «Протон-М». В июле 2013 года ракета-носитель «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три спутника системы GLONASS, сошла с траектории и взорвалась вскоре после старта с космодрома Байконур в Казахстане. В период с декабря 2010 по 2015 год произошло семь серьёзных аварий ракет «Протон-М», повлекших за собой потерю нескольких российских спутников, а также одного иностранного спутника российского производства. Эта череда катастроф вызвала широкий общественный резонанс, привела к увольнениям ряда высокопоставленных чиновников и попыткам серьёзной реструктуризации российской космической отрасли. Основной причиной аварий называется человеческий фактор на этапе производства. Миссия ракеты «Вега». Во время запуска ракеты-носителя «Вега» высотой 30 метров, управляемой французской компанией «Арианы Спейс», для вывода на орбиту спутника наблюдения Земли Falcon Eye для ОАЭ были потеряны и ракета, и космический аппарат. 11 июля для расследования аварии была сформирована комиссия под совместным руководством генерального инспектора Европейского космического агентства и старшего вице-президента «Арианы Спейс» по техническим вопросам и качеству. По итогам расследования был сделан вывод, что неудача европейской ракеты «Вега» скорее всего была вызвана проблемой с двигателем второй ступени. Несмотря на эти ужасные трагедии, человечество не отказывается от своей мечты о покорении космоса. Мы извлекаем горький опыт, чтобы сделать космические полёты более безопасными. Каждая жизнь, потерянная в космосе, напоминает о высокой цене прогресса и необходимости неустанно совершенствовать технологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова